Встреча с постели Встреча с постели Встреча с постели времен чага. Знаете, наверное, в России его используют. Коми нет. Я знаю, но он вам не поможет. Почему? Потому что вам нужно получать энергию, а не перераспределять ее. Вот, допустим, если... Ну, сейчас я объясню. Вот, смотрите, вот, допустим, у меня в компьютере нет заряда, а я хочу сделать на нем какую-то переформатировать, ну, хочу его полечить, да, переформатировать хочу. Но у него нет заряда батарейки, кончилось. Как я могу его переформатировать? Мне надо его зарядить сначала. У вас нет энергии, чтобы лечиться чагой. Вам нужно ее получить от длительной ходьбы и лежания в ванне. Ну, это препарат для иммунитета, противооху, или там лучше. То есть вы сильно начитались про чагу и хотите, чтобы я вам это подтвердил. Я считаю... Я просто ваше мнение, да? Мое мнение такое, что грибы, любые грибы, это не самый лучший способ лечиться. Вообще. Любые грибы, что китайские, вот эти грибы, которые говорят, что чага. Гриб – это паразит. И он не самый... это не самый лучший способ лечиться. А если вы хотите тонизировать себя, чтобы у вас тонус хороший был, то я вам предлагаю попробовать несколько вариантов. Первый – каркадея. Чай. Он может вам подойти. Второй вариант... Нет, он у вас не будет снижать давление. Будет повышать давление у вас. Второй вариант – корица. Попробуйте. Можете смешать вместе корицу, каркадея. Будет еще лучше. Вот. Дальше какие у вас еще есть варианты. Чабрец очень вам подает. Супер просто. Он вам лично подходит. Вот пробуйте эти три варианта. Чабрец в чистом виде, как чай забавляет, да? Да. Чабрец, корицу, каркадея. Просто у меня узлы насчитали дежит все, поэтому я как бы думала, вот это какой-то лекарственный препарат, который тоже способствует расстрасыванию, уменьшению. Тогда есть такая специя шамбала. Не смешаю. Найдите в индийских магазинах. Она одновременно и повышает тонус, и уменьшает узлы в щитовидной железе. Шамбала называется? Да. Шамбала плоды. Или по-другому называется пожитник. Пожитник или шамбала плоды. Как чай, да, его забавляют? Да. Спасибо большое. У нас собрался зал или нет? Организаторы как считают? У меня еще ответ на вопросы. У нас полседьмого, да, должна начаться лекция. Сейчас время полседьмого, да? Уже 45 минут. Все собрались уже? Или еще кто-то придет? Ну ладно, мы сейчас, наверное, уже начнем беседу. Сейчас я поменяю все настройки времени. Это у меня тут неправильно показывает время. Спасибо. 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 вас всех видеть. Добрый вечер. Видите, как непросто, да? Непросто менять свою жизнь. Непросто понять, что делать в своей судьбе. Поэтому нужно знание. То есть, поэтому мы с вами общаемся, чтобы разобраться во всем. И тоже, допустим, ну вот Олег Геннадьевич сказал это, а может быть, это не так. Вот, видите? То есть, ответы на вопросы, они нужны для того, чтобы мы как-то включились в тему. Начали разбираться во всем, пытаться понять. Вот я сейчас ехал, меня в машине провожали одни хорошие люди, и они мне рассказали, что как только они начали слушать лекции, сразу жизнь начала в лучшую сторону меняться. Поднимите руку, у кого так же произошло в жизни. А кто из вас вообще никогда не слушал мои лекции и пришел сюда первый раз? Вот те, кто пришли первый раз, вы со мной просто знакомитесь. Вам не обязательно вот сильно глубоко принимать то, что я говорю. Это просто знакомство, потому что знание, оно не входит в жизнь человека и в сердце за одну секунду. И ваша задача просто понять, вам вот это знание подходит или нет, то, что я даю. Вот. А все остальные, кто слушают, надо слушать серьезно, включаться. Потому что сегодня то, что мы с вами будем изучать, это тема очень и очень глубокая и серьезная. Она фактически является главной проблемой в неудачности, неуспечности многих людей на земле. Понимаете, жизнь в большом городе откладывает серьезный отпечаток на жизнь в целом. И почему мы сейчас будем с вами об этом говорить? Прежде всего нужно понять, что человек это дитя природы. Ну то есть он не только питается пищей, которую ест там, допустим, дома там или в ресторане. Он питается также природой. Понимаете, ну человеку нужна энергия природы для того, чтобы нормально, полноценно жить. Но что происходит с человеком в городе? Человек в городе, он не то, что, допустим, в городе мало природы, и поэтому здесь патовая ситуация. Человек никогда не может быть ни здоровым, ни счастливым. Это неправильное мышление. Проблема заключается в том, что человек, не сильно соприкасаясь с природой, постепенно теряет силы жить. Ну то есть и часто большинство людей, вот мы даже сегодня ехали об этом, рассуждали с теми, кто меня привез, вот, что человек, он очень сильно в городе включается в самодеятельность. То есть он начинает много всего делать, у него семья, работа, и пополнение сил страдает. Давайте я сейчас скажу некоторые вещи, которые вы все заметите на себе. Вот смотрите. Когда человек живёт в большом городе, то постепенно он начинает чувствовать, что у него чувствительность, нервозность такая, как бы напряжённость в жизни начинает нарастать. Ему тяжелее и тяжелее становится жить. Он чувствует, что, может быть, у меня семья, ну то есть, естественно, человек неправильно это всё трактует. Может быть, у меня не тот человек рядом со мной, может быть, я не в той стране живу, что-то мне плохо становится. Понимаете, человек не может понять, что плохо-то, почему так плохо. И он начинает делать выводы. Может быть, это тёща во всех моих проблемах, или свекровь виновата. Или, может быть, мне не хватает чаги. То есть, если бы чага была в моей жизни, тогда бы всё изменилось. Это всё искусственное мышление, потому что на самом деле существуют какие-то системные проблемы внутри нас, которые надо решить, живя в большом городе. И главная системная проблема заключается в том, что в большом городе человек теряет способ внутренний переключиться на то, что наполняет его силой. Ну то есть, он всё время себя расходует. Люди думают, что когда я прихожу домой к жене и к детям, там я наполняюсь силой. Это иллюзия. Мужчину, женщину расходуют, они наполняют. Женщину, мужчину расходуют, они наполняют. Дети хоть и дают счастье, они дают счастье в целом, но тоже расходуют. Ну то есть, человек теряет силы на работе, теряет силы в отношениях с детьми, в отношениях с родителями, в отношениях с мужем и женой. Результат. Есть разные виды силы. Вот, допустим, если человек чувствует, мне не хватает что-то концентрации внимания, я устаю, нет сосредоточенности, может быть, я питаюсь неправильно, или, может быть, работа мне не подходит. То есть, он начинает делать вот такие выводы, чаще всего он. То есть, делает выводы в соответствии с своим пониманием жизни. Понимаете? Или, допустим, человек чувствует, что у него нарушается сон, или он начинает капризничать, нервничать, раздражаться, думает, что-то у нас не клеются отношения. Вот. Всё это означает только одно – нехватка энергии природы. Человек не переключается, то есть, он очень сильно зашорен на своих делах. Вы скажете, Олег Геннадьевич, ну что, как бы это все, что ли, у всех вот эти проблемы? Абсолютно у всех людей, кто живёт в городе и не умеет переключаться. Вот у всех, понимаете? Просто у всех разные проблемы. Одни чувствуют напряжение психическое, у них увеличивается чувствительность, раздражительность, и они начинают ругаться больше. Другие, у других снижается тонус, они не могут подняться с постели нормально. У третьих увеличивается давление, там начинает скакать, или у них страдает пищеварение, или они начинают сильно поправляться, или они начинают чувствовать, чувствовать, что как бы депрессия какая-то развивается. Или чувствуют себя, как загнанная лошадь вообще, тяжело жить становится. Что люди делают? Они начинают очень сильно погружаться в то, чтобы пытаться как-то это напряжение себя снять. То есть, что люди делают? Курят, выпивают. Что такое курение? Это попытка снять нервное напряжение. То есть, напряжение от неумения отдыхать. Что такое выпивание? Почему человек выпивает? Это попытка снять напряжение от нехватки любви. Вот когда человек не хватает любви, он выпивает. Когда он хочет снять нервное напряжение, он курит. Ну, то есть, так же люди стараются это делать с помощью телевизора, потому что, когда они смотрят телевизор, им как-то становится легче. И они думают, что при этом они пополняются. Но что реально происходит? Если правильный телевизор, ну, то есть, если правильная передача, там всё правильно, то там много как бы любви, радости. Человек испытывает чувство какой-то радости, да? Любви. Ему приятно посмотреть. И что это происходит? Когда есть любовь, то она перераспределяет энергии в организме, какие есть. Вот если любовь, она перераспределяет. Всё так же чага, лекарство. Всё перераспределяет. Но энергии больше не становится. То есть, телевизор больше энергии не даёт. Лекарственные травы больше энергии не дают. Сигарета, тем более, и спиртное. Это просто разрушает человеческую жизнь. Понимаете? Если вы идёте в парк отдохнуть, ну, там, эти все горки всякие там, то есть, что происходит? Резкое перераспределение энергии. То есть, вау! Допустим, испуг там, или ещё что-то вы испытали, какое-то сильное чувство. Это просто перераспределяет энергию, которая у вас есть. Но что человеку даёт энергию, которая у него заканчивается? Только природа. И мы этого вообще не знаем. У нас, понимаете, у нас микросхема вообще выключена на это. Вот человек думает, мне надо сходить на прогревание. Он идёт и получает электромагнитные волны там какие-то. Это энергия. Это как всё равно, что пить из унитаза, понимаете, воду. Это тоже, унитаз тоже вода, но она грязная, понимаете? Её пить нельзя. Также есть энергия Солнца. Когда Солнце попадает на Землю, то её энергия трансформируется в электромагнитные волны. Эти электромагнитные волны никогда человека не лечили и не лечат, потому что это уже энергия, которая, ну, она может только портить жизнь. Понимаете? Ну и почему, скажете, мне поясница лучше стала, когда прогревание сделала? Я сейчас объясню. Вот когда электромагнитные волны на поясницу влияют, то происходит очень большой стресс в организме. И во время этого стресса организм думает. Все на борьбу с Деникиным. И то есть начинают там эту поясницу лечить весь организм. То есть происходит очень сильный выброс энергии. И в результате поясница становится лучше. Но сил становится меньше. И когда вы в следующий раз идёте лечить поясницу, то энергии уже нет, поэтому она превращается в хроническое заболевание. Понимаете? И люди знают, что если часто на прогревание ходить, почему-то всё в хроническую форму превращается. причина, потому что ни прогревание, ни травы, ни вино, ни сигарета, ни фильмы хорошие человека не лечат. Это всё может как-то помочь, если есть силы. А силы берутся только от природы. И что это за силы? Давайте изучать. Вот смотрите, допустим, море или река даёт человеку спокойствие, способность нормально общаться с людьми. У женщин улучшаются гормональные функции. Налаживается, то есть бесплодие, означает не хватает энергии воды. Женщина может очень много, допустим, лечиться. У кого вот у женщины бесплодие? Поднимите руку. Ну, не можете никак зачать, придумайте. У вас не хватает энергии земли, девушка. У вас не хватает энергии воды на 100%. Просто если вы начнёте в бассейне плавать, да, вы начнёте в бассейне плавать, сразу начнут налаживаться гормональные функции. Понимаете, у вас жар в теле. Вы даже когда спите вечером, ложитесь спать, вам плохо. У вас повышена эмоциональность. Вы как бы чувствительный очень человек по природе. Это признак нехватки энергии воды. Есть люди, с которыми вы не можете общаться нормально. Просто не можете. Вот причина. Неправильный образ жизни. Переключатель не срабатывает на наполнение. Понимаете, вот, допустим, взять маленького ребёнка. Ребёнок плачет, допустим. Вы же не думаете, он мне не подходит, этот человек вообще, там, пошёл вон. Вот. Или второй вариант, как бы, плачет, кричит. На прогревание, что ли, его сводить. То есть, у вас есть только два варианта. Три варианта. Первый вариант. Он хочет кушать. Сисью дала, всё равно плачет. Значит, второй вариант. Он хочет спать. Вот так, поусыплялась, спать не хочет. Сисью дала, так не сосёт. Спать не хочет, орёт. Третий вариант. На улицу. На улицу вывел. Спит. Всё. Три варианта. Больше никаких вариантов нет. Правда? Ну, то есть, ребёнку нужно что? Нужно наполнить его чем-то. Понимаете? И вы вот понимаете, что ребёнок, чтобы хорошо рос, развивался, надо его обязательно возить на улицу. И поэтому в парках гуляют только два варианта людей. Ну, помимо ещё тех, кто там спортом занимается, ведут здоровый образ жизни. Их таких меньше. В основном, тех, кого на улицу вытаскивают собачки. И второй вариант. Тех, кого на улицу вытаскивают грудные дети. Ну, потому что они ещё настолько тупые, что они не понимают, что это всё некогда вообще. Какая улица, над делами заниматься. То есть, они тупые настолько, что они просто хотят. Хочу жить и орёт. Ну, а мы умные, понимаете? Поэтому, вот допустим, насколько мы умнее животных, сейчас вам объясню. В Священных Писаниях в Ведах говорится, что пища, которая подходит человеку, можно определить её только одним способом. Это когда её нюхаешь. И поэтому все животные всегда перед тем, как есть пищу, нюхают её. Вот корова, она прежде чем есть, нюхает. Я пробовал, я ей нос затыкаю, она не ест. Понимаете? А мы сначала едим, а потом уже нюхаем. Знаете, что это такое съел вообще? Что за запах вообще? Как кошмар какой-то. Видите, в чём разница? То есть, животные настолько тупые, что они делают всё как надо. Потому что природа им подсказывает. И дети точно так же, они плачут, потому что им нужна, ну, чтобы расти, нужны силы. А им силы не дают, он орёт, он не знает, где их взять сам. Мама должна знать. И мама тоже особо не знает, просто она пробует. Раз на улицу понесло, оп, успокоился. Поднимите руку, у кого вот ребёнок на улице выведешь, и раз, легче становится, успокаивается. И вы поэтому на улицу, да, и ходите. И сами заодно заряжаются, то есть, энергии природы. Понимаете? Неосознанно. Ребёнок, когда подрастает, он уже не будет плакать. Он просто бежит на улицу сам. Он говорит, мама, я хочу гулять. И всё. Почему? Потому что он растёт, развивается. Беременная женщина, допустим, токсикоз. Что такое токсикоз? Вот у нас много диссертаций на это дело написали. Токсикоз – это очень просто. Это означает, что точно так же, как дым, когда горит в костре, да, почему он горит, дым идёт. Почему идёт дым? Потому что не хватает огня и воздуха. Вот если огня и воздуха сделать больше, то вся вода там и всё, всё ненужное быстро начинает испаряться, и дыма нет. Точно так же и у женщины, понимаете, с ребёнком. Она, когда беременная, у ней на двоих нужен расход энергии огня в организме. Есть энергия огня, которая занимается синтезом, понимаете. Если ребёнку не хватает этой энергии, он начинает выделять такие вещества, что матери плохо становится. И когда плохо становится, она что делать должна? Она должна длительно идти по свежему воздуху, просто гулять. Она движением вырабатывает энергию огня и дышит воздухом. В результате огонь горит без токсинов, без дыма. Это говорит древняя медицина. Очень просто. Вот токсикоз начался, иди гуляй на свежем воздухе, всё. Будешь гулять долго, токсикоза не будет меньше. Будешь гулять, будет меньше токсикоза. Но всё равно будет надо гулять достаточно долго. Поднимите, кто из вас беременна и у кого токсикоз. Есть? Гуляете, значит. Ну всё, видите, сколько вы гуляете каждый день? Сколько всего по времени получается? 4 часа беременной женщины нормально. Для того, чтобы не было токсикоза. Я беременный, Олег Геннадьевич, у меня токсикоза нет. Отлично. Молодец. Вот всё, видите, вот одна беременная, и тут токсикоза нет. Почему? Потому что слушает лекции, изучает, как правильно жить. А те, которые беременны с токсикозом, они на лекцию просто не пришли. Силу нет. Итак, мы с вами изучаем очень важную тему. Почему мне так плохо жить в Узбекистане? Поняли, да? Потому что мы всё время мыслим немножко более высокими категориями, понимаете? Вот представьте, ребёнок сосёт сисю и философствует. Может быть, минеральных веществ у мамы не хватает в этом молоке. Он не философствует. Он просто кушает, спит и гуляет, и всё. То есть он наполняется, понимаете, и так далее. И поэтому он счастлив, он наелся, ну, хорошо, улыбается лежит, прогулял, улыбается, и поспал, улыбается. Но взрослый человек, как бы, спим мы достаточно в основном. Но некоторые люди и спят мало, это плохо. Меньше всего 7 часов, когда человек спит, у него копится напряжение в теле, раздражительность. Ну, тогда надо, значит, спать. Я думаю, что те, кто пришли на лекцию, точно, ну, у них проблем с недоеданием нет. Это вторая, сися, как бы, сон. И ещё, а что осталось третье? Гулять на улице, да? Вот. Понимаете, это третье осталось. Вот здесь проблема у всех. Потому что люди не знают, зачем это надо. И так мы изучаем. И так энергия воды. Почему я начал с энергии воды? Потому что у вас было очень жарко здесь. И вам всем сейчас не хватает энергии воды в организме. Солнце забирает энергию воды, испаряет воду. Из организма тоже. Есть вода, а есть энергия воды. Энергия воды – это не вода. Что такое энергия воды? Это когда на море приезжаешь, допустим, на курорт, и люди все такие, знаете, ходят. На-на-на-на-на-на. Ну, балдеет. Поэтому людям, люди как бы на море хотят приезжать, что потому что, ну, хорошо, так, все таки вальяжно ходят, общаются хорошо друг с другом. Это энергия воды. И поэтому даже люди, которые возле моря живут, они такие, знаете, расслабленные, такие вальяжные все. А континентальные люди, они такие подтянутые, напряженные немножко. Понимаете? То есть они разные. Есть энергия земли, но люди, которые возле моря живут, они немножко эмоциональные, более эмоциональные. Они могут быть такие немножко неуравновешенные, понимаете? Слишком много общений, может быть, неправильное общение. А люди, которые живут на континенте, у них много энергии земли, поэтому они более спокойные, сдержанные такие, понимаете? То есть жизнь рядом с водой, не рядом с водой дает свой отпечаток. Но, ну, понимаете, есть еще энергия земли. Мы об этом тоже поговорим. Итак, смотрите, если у вас дисфункции органов, аритмия там сердца, дисфункция желчеводящих протоков, дисфункция по-женски, если вы не можете нормально договориться с мужем, ругаетесь, да, не можете по-добрым, по-мягкому пообщаться. Некоторые говорят, у меня плохой характер, Игорь Геннадьевич, я не могу с мужем общаться. Вот если в компьютере электричество кончилось, я его закрываю, блин, плохой характер у компьютера, какой-то некачественный компьютер вообще попался. Он не работает. Ну, я просто надо сеть включить просто и все, чтобы работал. Вот если человек не включает сеть, то есть он не наполняется энергией воды, он не может быть, в принципе, добрым, потому что доброта — это энергия воды. Понимаете? То есть он в результате, вот после лета много людей эмоциональными становится, там все конфликты наступают. Почему? Потому что перегрев. Понимаете, я вам говорю элементарные вещи, которые мы не знаем. У нас системные нарушения в сознании. Я поэтому очень много внимания этому уделяю сейчас вам. Потому что после лекции вы вопросы мне будете задавать, и вы увидите, что все равно ничего не поняли. Ну, глубоко. Потому что вы опять будете говорить не одно и то же. Олег Геннадьевич, у нас с мужем несовместимость. Я говорю, у вас несовместимость, у вас не хватает энергии воды. Просто в бассейн ходите, если здесь как бы нет речек, допустим, сухой климат. Или найдите речку, купайтесь там, периодически раз в неделю хотя бы ездите. Или просто в ванне, допустим, лежите по вечерам теплой. Если у вас такая проблема, то есть надо наполняться же этой энергией, иначе вы не будете нормально жить. То есть можете другие варианты придумать, там, что делать с ребенком, который орет. Но ему нужно просто на улицу, понимаете, и вы ничего не придумаете. Потому что она так же и здесь. Если не хватает энергии воды, значит, надо наполняться ей. Но самая главная проблема заключается в том, что мы атрофировались в восприятии. Когда человек что-то не любит, он этим не может наполниться. Вот мы сегодня ехали на машине, я говорю, главная проблема заключается в том, что люди, которые... Мы ехали вдоль аллеи, деревья красиво росли. Я говорю, главная проблема заключается в том, что люди не видят этой аллеи просто. И поэтому не любят ее, и поэтому они не могут ей наполниться. Понимаете, человек, когда зашаривается, работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор, он не может как бы включиться ни во что остальное. Этот человек не может быть здоровым просто, в принципе, и успешным. Потому что успех идет от силы. Вот, допустим, вы идете на рынок покупать собачку себе, да? Вот одна собачка, она породистая, так крутая. Ну, вообще, там грамоты такие крутые, она такая... Ну, полудохлая такая стоит, как бы. Не очень успешная. Почему? Потому что она... Ей не хватает движения, энергии природы. Она там зашоренная, видно, возле телевизора сидит целыми днем. Вторая собачка. Вы как бы на рынок идете, она такая... Крепенькая такая. Бал! Ну, не породистая. Какую будете выбирать? Дохлую и породистую, или крепенькую и не породистую, а? Какую? Крепенькую и радостную, да? Так? Вот успешная собачка. Почему она успешная? Потому что она наполненная. Яблочко, когда берете... Вкусное должно быть, да? Наполненное. Представляете, такое сморщенное яблочко. Но очень хороший сорт. Будете есть, нет? Нет. Надо крепенькой, да? Крепенька означает наполненной энергией природы. Собачка крепенькая, радостная. Значит, наполненная энергией природы. Значит, успешная. Потому что всем нужна. Представляет замученный человек. Хорошо, другой пример приведу. Маленький ребеночек такой. Пухленький, крепенький. Все в попу целуют. Но бабушку в попу никто не целует. Почему она уже не такая пухленькая, крепенькая, понимаете? Какая не наполненная. Вот и все. А если бабушка будет крепенько-пухленькая наполненная, то не факт. Хорошо, вы услышали меня. То есть нужна энергия природы, поняли, да? Ну, чтобы быть успешным. Хорошо. Двигаемся дальше. Так энергия воды. Как ее получить? Мои хорошие, понимаете, мы атрофировались. Мы не чувствуем эту энергию. Вот если человек чувствует эту энергию, он даже в Ташкенте в летние месяцы не будет перегреваться. Потому что есть с энергией воды связь, может быть, еще на тонком плане. Тонкий план или психический план. То есть у нас есть психические связи с тем, что мы любим. Понимаете, если человек что-то любит, он получает от этого силы. Вот, допустим, мать получает силы от своего ребенка, потому что она его любит. На расстоянии даже. Она вспомнила о нем. Ой, хорошо. Слава Богу. Вот, понимаете. То есть мы получаем силы от того, что мы любим. Море мы не любим, потому что мы об нем забыли. Или воду, допустим. Вот кто из вас вспоминает воду, допустим, море? Поднимите руку. Ну, круто. Это значит, вы лекции мои слушали. А так вот, кто из вас лекции не слушал, все равно вспоминал. Видите, несколько человек всего, остальные все люди просто живут и все, не понимают, зачем это надо вообще. Чего вот это все вспоминать? Серой птицей лесной, я к тебе прилетаю, беловежская пуща. Зачем? Затем, чтобы наполниться. Он поет песни, что когда мне плохо, когда мне тяжело, я что делаю? К серой птицей лесной, я к тебе прилетаю. То есть он вспоминает лес. Здесь родительский дом. Он говорит, что я там вырос, я чувствую эту энергию природы. Когда мне плохо, я к ней прилетаю. То же самое, другая песня. На дальнюю станцию сойдут, трава по пояс, и хорошо с былым наедине, то есть своим детством. Бравить в полях ничем, ничем не беспокоясь, по Васильковой синей тишине. Ну, то есть наполняться. Здесь все мое, и мы, и мы отсюда родом. И Васильки, и я, и Тополя. Зачем человек туда поехал? На дальней станции сойдут. Зачем он туда поехал? Отдыхать. Переключаться. Иначе жизни нормальной не будет. Но проблема заключается в том, что большинство людей не тянет в памяти. Ни в лес, ни на море, ни на землю. Ни никуда. Только к телевизору. Это означает, что у него что-то с головой произошло не то. Потому что человека телевизор не наполняет. Там нет энергии, природы. Надо потише, наверное, сделать там. Пшшш, что-то идет. Рассвет пробудит. Сердце как гроба. Молит печаль. Либо дать шшшш. Убрать на шшшш. Сердце как песен. Летит из груди. Слушайте. Если вы так сильно будете хотеть море, бесплодие закончится. Это гарантия. Гарантия. Да. Гарантия. Я видел много примеров на это. Нет памяти. Нет включения в ту силу, которая нужна для здоровья. Все. Следующая энергия земли. Земля дает человеку покой. Нарушение сна означает нехватка энергии земли. Особенно, когда люди живут высоко в городе, высоко над землей. Контакт нарушается. Они как в воздухе живут все время. ДЦП. Аутизм у детей. Нехватка энергии земли. Что это такое ДЦП-аутизм? ДЦП это когда психика перенапряжена. Вернее, когда мышцы перенапряжены. А аутизм, когда психика перенапряжена. ДЦП-аутизм означает перенапряжение. Всегда у ребенка. Причина нехватка энергии земли в организме ребенка. То есть нет контакта с землей. Связь с землей нет. Земля расслабляет человека. Поэтому люди спят на земле, они расслабляются. Лежать на земле это процедура. Понимаете? Лег на землю, расслабился. Сейчас люди вообще говорят, в какой-то земле нельзя лежать, Олег Геннадьевич. Это простынешь там. Еще что-то с тобой. На земле нельзя. Это же опасно. Можно на поле уритании лежать, допустим. На земле нельзя. Знаете, атрофировалось у нас. Мы атрофировались в этом плане. Мы не понимаем, зачем нужна земля. Земля дает спокойствие человеку. Терпение. Человек не терпит что-то. Не хватает энергии земли. Нарушение сна. Воспалительные процессы все. И когда чрезмерно в организме идут, не хватает энергии земли. Воспаления какие-то идут. Вот девушка у вас в черном, вот нет воспаления никаких? Вот рядом. Вы, да. Нет? Энергии земли не хватает. Нужно больше с земелькой контактировать. Потому что если начнется воспалительный процесс, трудно будет остановить. Не хватает энергии земли в организме. Ну просто я вам говорю, потому что я это вижу. Ну и не только у вас, у многих людей. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что вот девушка тоже вот так вот руку делает на втором блюде. Да, у вас тоже не хватает энергии земли. Да. А у вас есть панические атаки? Панические атаки. То же самое. Тоже, да, напряжение сильное. А напряжение в теле. Напряжение. То есть огонь скапливается в организме. Воздух скапливается, напряжение скапливается, взрывается организм. Не хватает энергии воды и земли. Ну воды у вас более-менее нормальная энергия. А вот земли не хватает. Сон нарушен? Да. Ну вот это нехватка энергии земли. Понимаете? Не нужна земля, контакт с землей нужен. Понимаете? Ходить. Ну то есть, не то, что вот как бы в землю надо зарыться. Понимаете, это мы еще успеем. Как бы человек должен понять, что ему не хватает на самом деле. Ему не хватает просто движения на свежем воздухе. Когда человек радостно там, допустим, в ботаническом саду, классный ботанический сад в Ташкенте, приехал, допустим, погулял, всем пожелал счастья. Все, что надо организму, он сам в себе всосал. Не хватает энергии земли, он его возьмет. Не хватает воды, он возьмет организму. Все надо, он всосет, потому что там все есть. Там есть и солнце, и земля, и вода. Все есть, понимаете? Вода во влажном воздухе есть. Можно, допустим, утром гулять. Но, допустим, почему тянет утром на улицу в Ташкенте летом, когда очень жарко, и тянет вечером? Потому что, да, человек, с утра очень много влаги в воздухе. Человек наполняется тем, чему не хватает в течение дня. Не хватает именно энергии воды. Влага вот эта нужна. И человек, когда прогуливается, он чувствует себя лучше, хорошо. Перебор? А? Перебор энергии земли, да, перебор. Перебор? Нет, невозможно. У меня неделю назад был специалист по Ольбиде, он мне сказал, что у меня выше нормы энергии земли и воды, а энергия огня ниже нормы. Этот специалист по Ольбиде вам сказал все неправильными терминами. Сейчас я вам расскажу. Он очень хороший, он не видос, он не еле-еле, конечно, нет. Да, вот сейчас я вам объясню, смотрите. Есть энергия земли, воды, огня, воздуха и пространства, которые существуют в природе и дают нам здоровье. А есть эти энергии внутри нас, и эти энергии уже искаженные. Вот внутри нас энергия воздуха превращается в напряжение. Энергия воды превращается в лишний вес и токсины. А энергия огня превращается в воспалительные процессы, если она застаивается, эта энергия. Вот, допустим, когда Солнца слишком много, оно застаивается в организме, превращается в воспалительный процесс. Но само Солнце никогда не бывает плохим. Сама энергия чистая. Понимаете, просто когда мы неправильно живем, вот, допустим, если человек, вот приведу пример, много Солнца, допустим, в Ташкент, да, много Солнца, но человек достаточно много двигается в жизни, жизнерадостный очень, то Солнце никогда его не перегреет. Солнце перегревает только, когда мы энергию Солнца используем неправильно. Например, жаркий климат, человек начинает много злиться, нервничать. Энергия Солнца идет куда? Идет не туда. И она превращается в воспалительный процесс. Или, допустим, человек слишком поздно встает с постели, когда Солнце поднимается. Солнце тоже начинает перегревать человека, когда он спит, и это все идет в воспалительный процесс. Это называется Доша Пита по аэрведе. Доша Пита означает неправильный огонь, переводится. Видите, вот смотрите, у вас огня и так хватает, потому что вы живете где, где очень жарко, да? А знаете, как поднимать уровень огня? А он вам сказал, как поднимать? Я его сейчас начал заниматься. А я вам скажу, как поднимать. Хорошо, хорошо. Вот смотрите, огонь называется радость. Ра — это Солнце, дасть означает давать. Ра — это Солнце, а дасть означает давать. Когда человек радоваться начинает, у вас просто полтора года назад был тяжелый период, и вы вошли в депрессию. Депрессия означает отсутствие радости. Это значит, что энергия Солнца у вас начала уменьшаться в организме, несмотря на жаркий климат. Ну, то есть, когда вы всем радуетесь людям, радуетесь, это значит, что у вас будет хватать энергии Солнца. Ну, он вам сказал это по-доброму, типа, ну, слишком спокойное, а точнее депрессивное. Это я уже говорю, как лектор, да? Ну, то есть, смотрите, давайте мы сейчас глубже эту тему изучим. Когда человек слушает песню, то так как эта песня несет в себе энергию любви, поэтому человек, слушая песню, глубже понимает тему. Давайте послушаем, что такое Солнце. Понимаете, Солнце — это не означает просто вот планета, которая светит. Солнце — это радость в человеке. Это Солнце также находится в детском смехе, находится в любви, когда любят друг друга. Там тоже солнечная энергия, понимаете? И поэтому на юге люди, если правильно живут на юге, правильный образ жизни, они больше радуются, больше любят, чем на севере. На севере они такие как бы радуются, но чуть позже. А на юге они сразу радуются, видите, вы как смеетесь. Я только сказал, вы уже смеетесь. Это означает энергия Солнца. И поэтому человек на юге обязан, обязан иметь правильное отношение с Солнцем, иначе у него все это превращается в воспалительные процессы. И он говорит, что-то мне здесь климат не подходит. Тебе ни климат не подходит, ни правильное восприятие мира. Если живешь на юге, должен быть солнечным человеком. Солнечным означает «раа» до сны. «Раа» — это Солнце, переводится со многих языков. Со многих языков земли древних. Слово «раа» означает Солнце. Но это еще не все, мои хорошие. Дело в том, что Солнце дает также человеку, женщине красоту, а мужчине — храбрость, мужество, ответственность. Понимаете, тоже энергия Солнца. Вот, допустим, девушка красная, красивая. Красный цвет означает Солнце. Красная девушка означает солнечная, румянненькая, красивая, жизнерадостная. Девушка значит красивая. Красивая значит наполненная Солнцем. Наполненная значит любит Солнце, понимаете? Любит Солнце. Вот как определить, что девушка, как вот... Сейчас у меня песня такая есть, сейчас вы послушайте. Как стать красивой? Чего смеетесь? Серьезно говорю. Сейчас послушайте. Песенку послушайте, поймете, как красивой стать. Наполняться надо, понимаете? Красивая означает наполненная Солнцем. Солнечная. Надо наполняться означает любить природу. Любить. Слушаем песню. Песня. Услышали? Вот смотрите. Она теперь, так как Солнца много, силы много, у нее даже в его соске она все понимает правильно. Смотрите. Эй. А где у нас сегодня? Теперь девушка, которая наполнилась природой, вот так. Вы думаете, я шучу с вами, да? Теперь дальше. Что, она не понимает, что она красивая? Она теперь поет дальше, рассказывает про свою жизнь. Смотрите. Другое мышление совсем. Понимаете, некоторые вот полностью уже как бы все, как бы уже все показывают и все равно не смотрят. Что такое? Надо наполняться, понимаете? Если девушка накрасилась внимательно, слушайте, но энергии Солнца нет на ней, это значит, что она похожа на противогаз. Понимаете? Противогаз тоже у него там есть разные линии. Но энергии красоты нет, понимаете? Там как бы смысла нет. А где эту энергию будет? Надо радоваться, любить природу. Поэтому женщина, она для чего мужику нужна-то? Вот она, допустим, на природу с ней идет, она такая... Так красиво. Ну, то есть она вот так вот, женщина, девушка. И он такой, ага. Тоже как бы наполняется потихоньку рядом с женщиной. Представляете, два тупых как бы стоят, то есть одна девушка, другой мужчина. Нафиг ему нужна такая? Ну, то есть девушка должна быть девушкой. То есть она должна наполняться энергией природы, становиться красивой, все. Если она тупит, значит, пусть одна живет. Запомнили, да? А как понять, что больше энергии? Что-то не хватает, а кто больше? И не надо понимать, надо просто идти на улицу. Организм сам знает. Вот, допустим, вы какать хотите, допустим, вам не надо ничего понимать. Вот какать хотите, чем какать конкретно? Тем или тем. Ну, он сам знает, чем какать, чем ему надо, тем и какать. Так он и наполняется, понимаете? То есть он и расходуется, и наполняется тем, чем ему надо. Поэтому понимать ничего не надо. Надо просто идти на природу и всем рады, всем желать счастья. Я вас не обидел. У вас воды не хватает. Огонь перегружен, поэтому огня лишнего. Поэтому позавчера вечером вы поссорились. Из-за огня вы перегрелись просто. Это не потому, что вы плохая, у вас характер плохой. Вы хоть так думать начали после этого. Это просто вы перегрелись. То есть это значит, что Солнца было больше, чем вы радовались жизни. Всё. Понятно? А? Я не понимаю. Что Солнца было больше, чем вы радовались жизни? Ну, то есть когда Солнце сможет намного радоваться. Понимаете? Это такая обязанность человека. Иначе он не переваривает эту энергию Солнца. Она превращается в обиду, в воспалительные процессы. Итак, мы переходим к энергии Солнца. Энергия Солнца даёт человеку красоту, женщинам, ответственность мужчинам. Даёт человеку хорошую усваиваемость веществ. Если у человека плохой контакт с Солнцем означает непозитивное мышление, то у него сразу токсины начинают вырабатываться в организме. Почему? Потому что эта энергия Солнца идёт на воспалительные процессы, а не на то, чтобы быть здоровым. Потому что энергия Солнца плюс жизнерадостность даёт человеку сразу здоровье. А мы почему не жизнерадостные? Потому что некогда, мы работаем целыми днями. Но нужно также понимать, что мы должны наполняться, понимаете? Иначе вот такие проблемы начинаются. То есть энергии Солнца много, ты не порадовалась сколько надо, потом дальше на мужа бац или ещё на кого-то там обида пошла. Энергия Солнца вышла просто и всё. Вот, то есть энергия Солнца даёт человеку вот этот вот микрообмен веществ, хорошую усваиваемость веществ. Люди там начнут витамины пить всякие, думают, у меня минералов не хватает. Минералов не хватает, потому что ты неправильно строишь отношения с энергией Солнца. Если энергия Солнца, отношения правильные, оно само добудет минералы из той пищи, которой вы едите. Понимаете? Там вот так вот минералов хватает. Просто у нас неправильно всё усваивается, потому что мы неправильно живём. Я об этом вам говорю. Итак, энергия Солнца. Хорошо, давайте будем глубже как бы разбирать тему, раз вопрос был задан. Мы уже разобрали энергию воды. Если человек энергию воды, а это желание, доброта по отношению к людям, если человек энергию воды взял в себя, но при этом доброты не испытывает никому, сострадание, нежности, прощение, принятие, вот этого не делает, то это всё превращается в лишний вес, то есть жадность. Лишний вес означает жадность. Вот человек взял энергию доброты и никому не отдал. Оп, больше стал. Что такое? Всё, я чуть поел, толстею. Надо отдавать, понимаете, надо отдавать энергию воды, то есть доброта означает. Заходи, дорогой, гостик будешь. Раз накормили кого-то, энергию воды, как бы доброту отдали, лишний вес ушёл. Понимаете, потому что ты идёшь в правильном обмене, живёшь с людьми, понимаете, но если ты всё себе-себе, то как бы пошло накапливаться. Ну то есть токсины также означают неправильное взаимоотношение. Вот ты токсично ведёшь себя к людям, у тебя токсины накапливаются внутри. Понимаете? Это неправильный обмен энергии воды, даёт токсины и лишний вес. Неправильный обмен энергии земли даёт опухоли. Нет спокойствия в жизни, значит, будет расти не то, что надо. Ну то есть земля означает организм. И почему опухоли начинаются? Потому что не та земля начинает накапливаться внутри. Не та энергия, понимаете? Ну то есть, если, допустим, долго держишь на мужа депрессию какую-то, я бы могла себе найти и получше, я бы могла найти себе и получше, постоянно так думает человек, у него копится вот эта энергия, застойная энергия, земли не нужна. И это превращается в опухоли потом. Депрессивные мысли тяжёлые, непереваренные. Допустим, человек не может принять судьбу. Ему кажется, что он сделал ошибку, он не хочет уже это, ну вот так жить, как он живёт, не хочет, да? А надо. И человек думает, депрессирует. Вместо того, чтобы побеждать судьбу, он начинает расстраиваться, понимаете? Ну, допустим, вы пришли покушать, да, куда-то. Ну и как бы вы хотели, чтобы одно приготовили, а приготовили другое. И что надо делать? Ну, допустим, это приготовить то, что вам не совсем подходит. Но если вы будете кушать тихонько, медленно и тщательно пережёвывая, то всё нормально будет. Понимаете, да? Ну, то есть надо принять эту пищу и спокойно есть. Вот мужичёк попался, допустим, вы хотели такого, а он вдруг оказался не таким. Ну и спокойненько надо, мягенько как бы его обрабатывать, пока не станет лучше. Мужички же меняются, то есть можно перевоспитать. Потихонечку, потихонечку. Но надо сначала принять. Но если ты не принимаешь, значит, всё, вырвало мужичком, то есть поехало к маме. Ну, то есть неправильное понимание жизни, неправильное понимание вещей. То есть если человек неправильное отношение строит, у него внутри тоже всё не так, как надо, развивается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!